Приветствую всех на канале Сад Флоксов. Сегодняшнее видео я хочу посвятить еще раз хранению растений, которые мы покупаем зимой. Поскольку каждый из нас вряд ли может удержаться и хоть что-то не купить зимой, все-таки тема это остается актуальной. Я уже несколько лет назад рассказывала о своем опыте хранения зимой, показывала как и что нужно сделать, но сегодня расскажу еще разочек. Сразу хочу оговориться, что эта система, этот метод подходит тем, кто живет в частных домах, либо может съездить зимой на свою дачу. Этот способ не подходит тем, кто постоянно находится только в городе, в квартире и никуда не выезжает и не может воспользоваться большими сугробами. Также не подходит способ тем, в чьих регионах нету больших сугробов. Так что вы меня извините, я рассказываю для тех, у кого большие сугробы, как у меня. У меня Подмосковье, еще раз всем напомню, Восток Подмосковья. Земля у меня обычная, супесчаная, легкая, поэтому проблем никаких у нас нету с весенним большим стоянием воды над землей. У нас этим все просто, поэтому и хранить все очень легко и просто. А что я не удержалась и купила? Что мне захотелось? Во-первых, ну конечно уже начинается болезнь весеннее обострение, когда хочется поковыряться в каких-то корешках, в торфе, в чем-нибудь, и вот на нашу радость в больших сетевых магазинах начинают открывать продажи многолетников и всяких там деревьев, кустов, всего чего-то, хоть сейчас не увидишь вообще в этих во всех магазинах. А я нашла вишню, которую я хотела давно купить, вот могу показать. Вот, ну она однолеткая пока что, маленькая. Я их купила четыре, потому что я давно хотела этот сорт. Сорт называется шоколадница. Очень вкусная вишня, пробовала у знакомых в гостях по вкусу. Ну я люблю сладкое, я не люблю кислую вишню, она такая достаточно сладкая и вкусная. Вот, не удавалось мне вот все эти годы, ни двух, не трех, там, не четырех. Я даже была согласна переплатить и купить прям все, будто же дерево было. Ну вот, нет и все, придется мне из однолеток выращивать. Вот, ну а еще, что меня в таких магазинах периодически заинтересовывает, это лилии. А лилии у меня на участке есть, я не уделяю им должного внимания. Мне кажется, что они и так, в общем, нормально растут, когда я удобряю какие-то свои флоксы или другие растения, лилии им тоже попадают. Ну как я вообще знаю, мне кажется, их сильно-то удобрять не нужно, чтобы они не начинали ничем болеть. Вот, а тут как раз недавно мне позвонила моя знакомая и рассказала как раз о том, что у нее такая есть шикарная лилия, которая называется Биг Браза, у которого цветок 27 сантиметров и вот она у нее на участке растет и цветет. И как это вообще все здорово и интересно. И естественно же мне тоже надо, чтобы у меня такая была большущая лилия с таким крупным цветком. Кто-то сейчас сразу скажет, что такие большие гибридные у нас лилии не зимуют. Ну а я на это отвечу, что цена этой лилии не так высока, поэтому даже если она процветет одно лето, для меня это небольшая будет проблема. Но в принципе у меня лилии зимуют нормально. Это вот конкретно эта лилия, вот посмотрите, желтенькая. А здесь вот на упаковке даже написано до 30 сантиметров цветок. Ну это же вообще круто. Вот. Вот и гибрид. Вот и гибрид у кого как всему. У меня растет шокер, у меня растет холланд бьюти уже несколько лет и всегда цветет хорошо, нормально. То есть у меня нет каких-то претензий к от и гибридам. Возможно на других участках с другими условиями могут быть какие-то проблемы. У меня нет никаких. Вот себе. В общем несколько купила. Желтенькую, беленькую, розовенькую. Ну там могу немножко показать. Вот такая вот у меня. Я тоже выбирала, чтобы большие. 20-23 сантиметра цветок. Этот до 20 сантиметров цветок. Вот. К лилим я отношусь не так, как к локсам. Мне там не надо все, знаете, вообще абсолютно все нюансы. Мне достаточно вот этих вот. Ну это опять гиббрас 30 сантиметров. Это зеба 25 сантиметров. Ну в общем я осталась очень довольна. Немножко потовырялась. Немножко покопалась. Луковички все посмотрела нормальные. Плотненькие. Самое главное, когда мы выбираем лилии, надо вот так вот их пощупать, чтобы они были плотные, чтобы чешуйки никуда не отходили, чтобы они были вот так хорошо прилеплены к самой луковице, чтобы она была такая вот вся целиком хорошая. Чем больше луковиц, тем значит больше будет цветов и цветоносия. Вот. Сейчас покупать. Почему я еще пришел? Почему я их купила сейчас? Потому что материал, когда свежий, всегда луковицы хорошие. Если их покупать в апреле-майе, то как раз луковица такая уже вялая, уже все такие чешуйки друг от друга отстоят. В общем, не очень это хорошо для лилии. Вот. У меня-то нет проблем с хранением, поэтому в принципе мне все равно, когда покупать. В январе, феврале или там в марте, в апреле. Вот. Ну а теперь я могу показать, как я их сейчас упакую, закопаю. И они у меня уже будут так до весны, пока мой сугроб, пока весь снег не растает. Пойдемте. Продолжаем знакомство с моими обновками. Вот, значит, я как делаю? Я беру самое такое место на участке, где больше всего сохраняется снег. У меня это северная сторона от сарая. То есть солнце сюда вообще не светит и не попадает. Поэтому здесь всегда, чуть ли не до мая, лежит еще большой сугроб, и он долго тает. Я в этом сугробе выкопала яму. Вот такую вот. Так я уже делаю не первый раз. Вниз я кладу доску. Не знаю зачем, но мне кажется, так надо. Сверху я кладу свои вот эти вот вишенки маленькие. Сверху на вишни я теперь кладу, вернее, на их кроны, коробку. Это для того, чтобы вот эти вот мои вершинки и верхушки не повредились никаким образом от того, что снег я сверху буду наваливать на эту всю мою конструкцию. Или просто я вот этот пакет, в котором они у меня лежат, я его просто завязала и просто вот сюда вот заболки положу. Если кто-то подумает, что они там сгниются, преют, ну, в общем, уже пяти- или шестилетний опыт показывает, что с ними абсолютно все в порядке при таком виде хранения. Ну вот, я все вот это свое положила, разложила. Теперь просто нужно закопать, ничего не надо. Сюда сверху я считаю, что тоже ничего класть специального не надо, там какую-то прослойку, чтобы ничего туда не порассыпалось. Может, главное, это чтобы не создавать большой очень вес на вот эти вот тоненькие веточки, чтобы их не разломалось, чтобы они там не проледенели. Проледенели там все вот в таких-то раскореченных позах. Вот, в общем, вот теперь засыпаю. Я теперь царь горы. Ну, в общем, могу сказать, что, в принципе, вот так готово. На днях обещают снегопад, это еще все завалит. Вот, можно еще немножечко притрамбовать весной, когда это все начнет таять. Можно с большего сугроба еще сюда немножечко подбрасывать. Ну, так по погоде, когда уже будет наступать тепло, когда уже можно будет сажать, все вот это достану. Либо оно само растает, и я достану, либо там чуть подкопаю, достану и посажу. Покажу вам весной, как это все выглядит. Но делаю таким образом уже лет пять, и все в порядке всегда. И я так храню, если мне нужно хосты, пионы, флоксы, ирисы. В общем, всякое-всякое-всякое, разное многолетнее, все, что мы с вами любим. Вот, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте в комментариях, там, оставляйте свои мысли, что вы думаете на эту тему. Делали вы так или там как-то иначе. Понятно, что многие хранят в подвале. У нас подвал тоже есть, но он за 100 километров от нас находится, поэтому ехать туда не очень хочется. Вот, так что всем спасибо!